Всем привет! С вами Любовь. Сегодня я хочу показать свои комнатные растения, которые запутала наш необычный теплый осень в этом году. И сентябрь, и октябрь были очень теплыми, особенно октябрь. Вот перед вами мой каламандин. В прошлом году он весной цвел, осенью у него были плоды. В этом году он цвел очень слабо и у него всего вот один мандаринчик созревает, как вы видите. Я уже не ожидала его цветения в этом году. И вот он осенью неожиданно зацвел. Вот сейчас вы можете видеть его остатки цветочков. Некоторые уже осыпались и образовались маленькие плодики. Вот вы можете видеть. Вот плодик, вот там вдалеке еще плодик. И дальше вот в глубине между листочками. Вот здесь вот плодики тоже маленькие вдали расти. Он начал, вот видите, на концах побегов молодые листочки. Они какие-то вытянутые побеги. Видимо, не хватает света. Вот еще молодые листики. Но раньше всегда ему хватало. Он стоял на этом же месте. И вот мы видим у него признаки хлороза, с которым я никак не справлюсь. Чем только я его не обрабатывала, чем только не опрыскивала. Сегодня уже вот опять опрыскала изумрудом. Так что вот он стал неожиданно расти, цвести осенью, чего не должно было быть. А на даче у нас, например, даже начал зацветать жимолость. Появились отдельные цветочки у нее. И сейчас покажу здесь рядышком на подоконнике, кто еще запутался вместе со мной. Здесь вот рядом с кламандином на подоконнике южного окна сейчас стоит эпифилум мой. Вот это рожки, это у молодого так эпифилума выросли смешно. Я уже эпифилум поставила на лудже. Я об этом рассказывала в видео для снижения температуры. Уменьшила ему полив, не удобряла. И потом неожиданно замечаю, что у него появились бутоны. Пришлось мне его сюда снова переставить на подоконник. Он уже почти отсвел. Вот здесь на этих нижних побегах были цветочки. Но вот один еще цветочек остается. Никак я его не смогла развернуть по-другому. Побег упирается прям в стекло. Но за счет этого цветок держится подольше. Обычно цветочки у эпифилума около суток держатся, а этот уже, наверное, около четырех дней. Возле стекла ему прохладно, но уже начинает тоже вянуть. Не смогла развернуть, потому что вот здесь внизу были цветочки. И по-другому никак не смогла поставить. Также запуталась и уфорбия миля. Посмотрите, у нее начали на концах побегов расти новые листочки. И она цветет. Правда, не обильно, но цветочки есть. Вот здесь еще новые цветочки появляются. Этого уже сейчас никак не должно было быть. Но особенно меня удивил гипиастром. Он совсем запутался. Он стоял уже в углу комнаты здесь. Я его почти не поливала, не удобряла. Уже начали у него подсыхать листочки. Но потом я вдруг замечаю, что у него начали расти молодые листья. У него вырос вот этот новый листочек. Вот я его сейчас палочкой шевелю. И появился вот здесь еще один молодой листик. Вот здесь вот он видно. Также вырос вот этот новый лист. Он уже увеличился после того, как я сюда переставила гипиастром. И я уже даже не знаю, что мне сейчас с ним делать. То ли снова готовить к периоду покоя постепенно, или уже дать ему расти. Может, он зацветет сейчас второй раз в этом году, как эпифилум. Так что вот такие вещи сейчас происходят. Я думаю, это все связано с тем, что была необычная теплая осень у нас. Сентябрь теплый и октябрь совсем необычный для нашей местности, для Подмосковья. Спасибо за внимание. Всем всего доброго. Посоветуйте, что делать с гипиастромом. Ваше мнение. Субтитры создавал DimaTorzok